Сегодня тема нашего служения, наше будущее. И моя тема – это наследие пробужденной церкви. От понимания этой темы зависит наше будущее. Либо будут наши дети как перекати поле, без корней, без наследства, и будут что-то свое изобретать. Либо они будут духовными преемниками служения, они это наследство сохранят и приумножат. Итак, друзья, наследие пробужденной церкви. Я нашел 16 ценностей, какие надо сохранить и приумножить. Так что, когда вы услышите, что 16 пункт, значит, я уже буду заканчивать. И вы вздохнете. Хорошо? Ну, я постараюсь уложиться в час. Постараюсь. Друзья, все наши, конечно, будущее наследство – это во Христе. Мы – сонаследники Христу. И апостол Павел Петр пишет, что мы имеем наследство нетленное, хранящееся на небесах. И когда моего отца, вот мой отец переживал такое переживание в Свердловской тюрьме пересыльной, там заключенные говорят, раз ты на пять лет попал в тюрьму, значит, тебе выгодно, у тебя золото есть. Рассказывай, где оно у тебя закопано. Он говорит, ребята, мое золото на небесах, вам его не достать. О, говорит, нет таких, как у тебя, не таких, как ты вы доставали. Приходим к еврею, доставай золото. Да нет, говорит, у меня золото, у меня самое большое золото – это моя Сарочка золотишка. Сара, золото мое, выходи, да? Говорит, мы достаем утюг. Начинаем, говорит, ребенку спину утюгом горячим. И все приносит. И, говорит, мы и у тебя достанем, святой отец. Ну, говорит, ну, если вы так решили, то начинайте. И вот они его начали душить. Это продолжалось долгое время. Вся камера наблюдала за тем, что происходит. Никто не вмешивался. Он несколько раз терял сознание и опять в себя приходил. Где твое золото, святой отец? Говорит, я вам, ребята, сказал, что мое золото вам не достать. Оно в Царстве Небесном. Ну, и потом все закончилось хорошо. Те люди, которые испытывали его на предмет страха смерти, будет ли он стучаться из камеры, выйти вон и так далее, увидели его бесстрашие, они обеспечили ему возможность каждый день в этой камере проповедовать два часа перед отбоем. И сто заключенных в этой пересыльной камере замолкали. И те, кто вчера наблюдали, как его душит, сегодня они слушали. И он говорит, я 21 день в этой камере проповедовал. Уже состав камеры заменился. Одни ушли на этап, другие прибыли. А мое место, говорит, оно было точно в центре камеры и так далее. Друзья, наше наследство во Христе. Мы сонаследники Христу. И наше наследство нетленное во Христе. Но у нас еще есть наследство церкви, наследство братства. Вот, друзья, вопрос такой, когда дети начинают интересоваться наследством? Приходят в возраст и говорят, папа, жена от Господа, а наследство от родителей. Что ты там мне приготовил? О чем это говорит? Сынок повзрослел, сынок вырос из ползунков, начал интересоваться наследством. Друзья, если нас вопрос наследства интересует, значит, мы уже выросли из ползунков. Чуть повзрослели духовно. Если нас вопрос духовного наследия не интересует, мы еще младенцы во Христе, не понимаем ценности вообще духовного наследия. Мы должны знать, что нам принадлежит по праву наследства. Отец говорит, все мое, твое. Я должен знать, что принадлежит моему отцу и наследником чего я являюсь. Это говорит о духовной зрелости. Братья и сестры, вот сегодня такая достаточно сложная тема, но нужная тема. Я постараюсь максимально просто ее изъяснить, чтобы быть понятным молодежи. Я вообще буду стараться быть понятным для молодежи. Какой смысл мою тему объяснять тем, кому 50 плюс? Вы и так все знаете. А вот молодежи, это самое главное, ради чего мы вот эти все два дня тут собираемся. Итак, друзья, тема наследства. Написано, Навуфей сказал, сохрани меня, Господь, чтоб я отдал тебе наследие отцов моих. Есть ценности, за которые стоит умирать. Если у нас нет ценностей, за которых стоит умирать, нет смысла жить. Есть смысл жить только тогда, когда есть за что умирать. Вот у Навуфея эта ценность была, а наследство отцов. Есть ценности непродаваемые, не может быть это конвертируемой валютой, нельзя извлекать прибыль, нельзя превращать в овощной сад. Ее просто наследство надо сохранить и приумножить. И наследство Навуфей сохранил, хотя жизнь потерял. Друзья, перед тем, как я начну более подробнее эту тему рассказывать, небольшой пример. Здесь, наверное, есть немало интеллигентных, грамотных людей. Вам говорит что-нибудь такое имя? Катаку Вамура. Кто знает? Кто слышал? Поднимите руку. Катаку Вамура. Никто не слышал? Это мэр японского города Фудай, и в этом городе все 3000 жителей. Был такой интересный мэр, 40 лет он был мэром. В 1933 году он пережил волну цунами. Он увидел, как эта волна уничтожила всех жителей, той местности, где он находился. И когда он стал мэром, он сказал, я второй раз этого не допущу. И он поставил главной, ну как бы стратегией своего пребывания на посту, построить защитную плотину со шлюзами, чтобы защитить жителей своего поселка, города Фудай, от волны, которая может когда-нибудь еще раз прийти. Этот городок Фудай находился между двумя гор, и поэтому нужно было построить плотину 205 метров. И он начал ее строить. Вот видите, что он построил? Тут плохо видно. Такая высокая плотина. Он строил ее 17 лет. Длина этой плотины 205 метров, высота 15,5 метров. И стоимость этой плотины была более 330 миллионов долларов. И он покинул свой пост мэра всего через три года после завершения строительства стены. Кстати, когда он строил, было негодование жителей. Они говорили, что нет смысла столько денег вкладывать в эту серую стену, которая больше похожа на тюремную стену. Мы из окон своего дома пьем чашечку кофе, мы не видим красивый пляж, некрасивый берег, красивые пейзажи. Мы слишком много денег вкладываем в стену, бесполезное строительство, когда можно было школы, детские сады строить. И так далее, и так далее. Но он строил и строил, не обращая внимания. И когда он умер, кстати, он закончил строить стену, через четыре года он покинул пост мэра, на котором был 40 лет. А еще через некоторое время он умер. И он умер, не получив почестей от своих сограждан. Но прошло 14 лет после его смерти, и мы знаем, что 11 марта 2011 года было землетрясение, и волна цунами поднялась в эпицентре землетрясения 38 метров. И она подошла к берегам, там где-то был поселок, высотой 20 метров. Волнорез ее потушил, весь поселок был спасен, ни одно здание не было разрушено, и погиб только один рыбак, который по глупости во время цунами решил проверить свою лодку на берегу океана. Все остальные 3000 жителей были спасены, и в соседних поселках погибло 25 тысяч японцев. Было разрушено 120 тысяч зданий, только потому, что их стены были не столь высоки, как у этого мэра. Там говорили, достаточно 10 метров, а другие говорили, достаточно 7 метров, а он говорит, достаточно 15,5 метров. А местами 20 метров этот шлюз был построен. И вы знаете, когда все жители этого поселка были сохранена им жизнь, они пришли на могилу. Могила этого мэра, она завалена цветами по сей день от благодарных потомков. А тех людей, жизни которых он спас, и они сегодня говорят, это был наш Спаситель. Но он всю жизнь строил и строил, не слыша ни одного доброго слова. Друзья, Господь сказал, я искал у них человека, который поставил бы стену. наше братство строило стены. И оно старалось строить как можно выше и выше и выше. Говорили, сколько можно этого отделения от мира, от государства. Братья говорили, еще выше, еще выше стену надо, чтобы защитить. Цунами уже было в 26 году, на 26 съезде. Мы знаем, как эта кровава закончилась в 30-х годах, когда от двух союзов ничего не осталось. Мы должны защитить будущее поколение. Мы должны строить эту стену, стену независимости от государства. И что делали наши отцы? Они всю жизнь, если одним предложением сказать, они строили стену. Я искал человека, который бы поставил бы стену и стал бы предо мной в проломе за сию землю. Это были строители стен независимости церкви от государства. И мы сегодня с вами чувствуем себя защищенными потому, потому что стена выстроена высокая и хорошая, и надежная, которая обеспечивает нам сегодня и богословское образование здравое, и межсерковные связи здравые, и международные контакты здравые, и восемь съездов прошло без согласования с внешними, и две тысячи служителей у нас действующих, и с которыми полномочия, которых мы не согласовывали с внешними, мы просто себя чувствуем очень комфортно и нам хорошо на этом поле. Правда, друзья, хорошо? А? Хорошо нам. Так вот, друзья, что было и что стало? Я сказал бы так, что было? Грех сотрудничества церкви с государством в 20 веке породил горькие плоды. Утрату главенства Христа, разделение братства, священство было в рабстве у атеизма, политизации церкви, насильственное объединение баптистов с иноверцами, пиесятниками, заражение церкви экуминизмом, сеть агентурной, предательской деятельности среди священства, искариотствующее богословие, доносы служителей, участие старших пресвятеров в судах над нашими братьями моего отца, там был главный свидетель против него старший пресвитер, у Храпова Николая Петровича был главный свидетель против него старший пресвитер, у Николая Шевченко в Одессе главный свидетель против него в суде был старший пресвитер, то есть священство использовали для борьбы братьев с братьями, ну куда хуже и куда глубже падать, потом дальше отлучение верных от общин, самых лучших отлучали в угоду внешних, ездили по церквам, так, членское собрание остается, кто поддерживает идею инициативной группы, кто поставил подпись под заявлением в правительство, встаньте, поднимается 20 человек, так, отлучено до пришествия Христа, просим покинуть членское собрание, и вот так вот ездили по всем церквам и выстригали газоны, вы уничтожали всех живых, святых и верных, в котором еще был дух живого Бога, которые желали, чтобы церковь живой была, то просто до пришествия Христа отлучаем, тысячи святых и верных были выброшены из церкви руками служителей в угоду внешних, запрет на благовестие, изгнание детей и церкви, соль потеряла силу, и это только потому, что стены не было, понимаете, одного, защищенности не было, была объявлена доктрина о том, что церковь призвана сотрудничать с государством на 26 съезде баптиста в 1926 году, и вот эта доктрина сотрудничества церкви с государством, она так кровавым шлейфом вошла в нашу историю, на целое столетие, мы до сих пор отделаться не можем, найти могилы своих дедов не можем, мы до сих пор не знаем, где находятся те дети, старики, которые были детьми, изгнаны из домов молитвы в 60-е годы, где они, эти старики, их десятки тысяч сегодня церковь не досчитывает, этих стариков, они были детьми, им служители сказали вон отсюда, чтобы замок не повесили на дом молитвы, и вы знаете, вот они лица наших братьев, вот они узники, с тюремным стажем больше 20 лет, это были строители стены, Бог их избрал, чтобы они строили стену, и вот они верно строили, и строили, шли вузы, на скамье подсудимых защищали право церкви на независимость, церковь имеет право самостоятельно решать все жизненно важные вопросы, церковь имеет служители, вербовать священнослужителей, это сугубо преступно, тайна исповеди должна охраняться законом, и так далее, и так далее, а потом из слов мучеников переписывали федеральные законы, менялся государственный строй, и все, о чем писали и говорили наши братья, а теперь сегодня воплощаются федеральные законы, будут гнать, гнали меня, будут гнать и вас, слушали меня, будут слушать вас, но сначала будут гнать, а потом слушать, негонимых не слушают, слушают только гонимых и верных, вот только вот эти люди являются солью, и могут оказывать влияние на геополитические изменения этого мира, что по сути и присуще реформации, и так друзья, первое духовное наследие, запишите, кстати, кто не записывает, ну примерно запомнит 5% из того, что я сейчас скажу, но я всегда говорю так, тупой карандаш лучше острой памяти, если вы запишите, ну так процентов в 50 потом вспомните, речь идет о наследстве, это дело серьезное, лучше записать, и так друзья, кто записывает, первый пункт, независимость церкви, царство мое не от мира сего, так Господь сказал, вы знаете, произошли у нас доктринальные изменения, в чем, а вот в чем, 13 глава, послание к римлянам, написано, всякая душа да будет покорна высшим властям, но нигде не написано, чтобы всякая церковь была покорна высшим властям, ибо в духовной жизни церковь не подвластна миру, она принадлежит Христу и повинуется только Ему, вот в этом доктринальные изменения, европейский баптизм толкует по другому 13 главу послания к римлянам, все зарегистрированные славянские союзы, которых насчитывают сегодня один миллион членов, они по другому толкуют 13 главу послания к римлянам, истинное духовное истолкование в духе первоапостольской церкви дали служители в 61 году, вот они что сказали, и вот это коренным образом изменило все остальное, все остальные шаги, они были построены на этом основании, как граждане, как индивидуумы, да, будьте покорны, но как церковь, никогда, она должна быть покорна Христу, церковь достигает святости путем часто святого неповиновения и так далее, и написано Геннадий Константинович на съезде одном и не однажды он эту тему говорил, но это очень важная мысль, истинное положение церкви в мире быть не над государством, как цезарь и папизм был, знаете, когда папа он и поставлял царей, и цари приносили ему подать, платили, слово папы было над, из рук папы короли получали корону, власть, и положение церкви не под государством, как было во всех Б, когда церковь рабски услуживала атеизму, это не то положение, которое радует жениха, истинное положение церкви стоять вне государства, потому что Христос сказал, царство мое не от мира сего, отдавайте кесарево кесарю, а Божьи Богу, вот друзья, вот так Дух Святой вел, открывал, вот это истинное домостроительство независимости истина строилась, в 76 году в нашем совещании совета церквей на всесоюзном совещании была провозглашена программа семикратной непоцензурности церкви, запомните, семикратная непоцензурность совета церквей, его отделов, документов, братского журнала, издательства христианин, светоростников, узников, всех уровней совещаний, поместных общин, а также всей нашей документации, непоцензурность, внешним закрыть доступ для управления церковью, это была программа, взятая из уст Господа Иисуса Христа, мы ее не сами придумали, это была не самодельная программа, а с законным подвязанием, потому что основано было написание. Кстати, нашу страну, нашу страну где-то в разгар гонений посетил Вильям Толберт, он был президентом Всемирного Союза Баптистов, и он же был президентом государства Либерия в Африке. Ну и у него взяли безбожники интервью, чтобы он что-то сказал против нас, и он сказал, а что он сказал? Это интервью напечатали в газете «Известия», и он там сказал такую мысль, пусть даже нам не нравятся законы государства, которые пишет государство, пусть они даже вопреки истине, но мы баптисты всего мира все равно должны им подчиняться. Ох, друзья, эту фразу цитировали на судах нашим братьям, все следователи выучили наизусть эту фразу, долбили по голове наших братьев вот этими баптистскими афоризмами. Ох, там знали эту фразу наизусть все уровни власти исполнительной, трудбичеванием занимались и гонением. Вот видите, что ваши баптисты во всем мире баптисты должны покоряться, а вы что баптистами себя называете. Когда Геннадий Константинович это прочитал, он ответил, он дал ответ на эту формулировку. Как индивидуумы, да, должны быть покорны, но как церковь никогда. Мы государству покорны всякому человеческому начальству, кроме вопроса веры. Церковь это царство Христа и он сам в ней царствует. Кто кроме Христа пытается властвовать над церковью, то делает это для того, чтобы украсть, убить и погубить. Ничего кесарева в церкви нет. Ничего. Здесь территория Иисуса Христа. Божье Бог, здесь все Божье, души Божьи, мы сами не свои. Здесь ничего нашего нет и ничего кесарева тем более нет. И когда нашему брату одному высокого чина работника ГБ наследствия говорит, вы нам на пятки наступаете, на мозоли наступаете, он говорит, а где мы вам на пятки наступаем? На Манежной площади или на Красной площади или где в политике? Нас там нет. Мы вам на пятки наступаем у алтарей Господних. А что вы там грязными сапогами своими делаете? Что вашего там есть в церкви Иисуса Христа? Мы наступали и будем наступать. Что вы знали, что нет интересов государственной безопасности внутри церкви. Здесь все безопасно, потому что все Божье и все свято и за все заплаченное кровью Иисуса Христа. Друзья, вот такая твердая, четкая, евангельская позиция до пришествия Христа. До пришествия перестраивать нам ничего не нужно на эту тему. Очень ценная цитата Николай Георгиевич Батурин, который вузах отбыл 24 года заключения. Это был верный строитель этой стены независимости. Что он сказал, оценивая наше внутрибратское движение? Наше внутрицерковное движение уникально в том смысле, что Господь вывел наше братство на путь полной независимости церкви от государства. Это в первую очередь соответствует духу священного Писания и не противоречит законам страны. Еще небольшая цитата Иван Яковлевич Антонов 21 год в вузах провел кем был верным домостроителем церкви. Великое сотворил Господь над нами. Церковь обрела независимость от мира. Над нами исполнились слова Христа. Я создам церковь мою и врата ада не одолеют ее. Друзья, это тема отдельного большого семинара. Я ее сокращаю, перехожу к следующему пункту. Давайте мы просто чтобы нам экономить время дойти сегодня до 16 пункта нам надо. Второй друзья пункт возврат к писанию. Вы знаете в экономике в политике реформация означает движение вперед. А духовная реформа это всегда движение назад. Движение к образцу первоапостольской церкви к началу. В начале так не было. У Бога есть начало. Это отвес, это его слово, его заповедь. И когда церковь возвращается к этому началу, начинается пробуждение и реформация. Такая божья реформа происходит. Итак, братья и сестры, мы вернулись к началу. У нас железным занавесом, благодаря тому, что был железный занавес 70 лет, не было доступа к богословским семинариям, богословским образовательным системам, к противоречиям богословской мысли, которую накопило за 400 лет западного протестантизма, у нас не было доступа к лжеучениям, к альвинизму, но у нас была одна Библия, и у нас из-за того, что была только одна Библия, у нас был, знаете, как ковчег, у которого было только одно окно, и это окно было в небо. И поэтому читали Библию, братья, и на коленях читали. Говорят, что Иван Яковлевич Антонов 300 раз Библию прочитал, и больше братья читали Слово Божие на коленях, никому было подражать. Мы жили в такой стране, когда этого опыта, как выживать в богоборческой стране, ни у каких союзов в мире больше не было. Поэтому надо было брать все из Божьего Слова, как выживать, и как строить, и как защищать, и как заступаться, и как очищаться, и как благовестовать, и тайна церкви, и как себя вести на следствии, на суде. И все эти программы взяты из этого Слова, друзья. Возврат к Писанию это наше наследство. И вот здесь очень ценная цитата, друзья. «С первых дней пробуждения Бог положил мне на душу ничего нового не внести в пробуждение, ничего своего. Вся суть нашей реформации, вся ее сила донести до Божьего народа Писание неповрежденным. Красота и фундаментальность любого движения в полной подчиненности Христу и в неукоснительном исполнении его заповеди». Друзья, вот так мыслил наш брат Геннадий Константинович. Ничего своего, никаких самодельных программ, ничего своего, все программы из уст Иисуса Христа и Слова Божьего, чтобы они были чисты, потому что только эти программы Господь, всякое растение, которое не он осадил, искоренится, а все, что взято из уст Господа, укоренится, и никто не искоренит. Поэтому вот так вот мы и жили, мы вернулись к этому глаголу вечной жизни, и Господь благословил и вознаградил. Кстати, знаете, вот тема возврат к Писанию вопросов евангелизации. Сегодня есть самодельные программы умножения церкви, а есть Божьи программы умножения церкви. Что я имею в виду? К пастору одной церкви пришел представитель харизматического движения, это было в Макеевке, говорит, сколько у вас членов церкви? 150. А 10 лет сколько у вас там назад было? 150. О, говорит, ну видите, за 10 лет церковь не выросла. Было 150, и осталось 150. Я вам дам совет, если вы его исполните, через год вас будут полторы тысячи. Ну, скажите, кто из пасторов не хочет, чтобы его церковь за год 10 раз умножилась? Да я думаю, любой бы пресвитер возликовал бы от такого совета, да? Он говорит, и что же? А это совет простой. Откройте бесплатный салон красоты, и все дамы будут вашими клиентами. Все дамы вашего города будут приходить за услугами макияжа, причесок, ну и так далее. Второе. Откройте бильярдную, теннисный корт, стол. Все подростки будут вашими. Они будут здесь приезжать, приходить, в бильярд играть, в теннис играть. И еще откройте благотворительную столовую. Все малоимущие пенсионеры будут ваши клиенты. Ну а потом и Слово Божие, а потом церковь. Через год вас будет полторы тысячи. Братья и сестры, вам нравятся такие советы? Братья и сестры, а если, смотрите, теперь совет Божий. Что нужно, чтобы церковь умножалась? А Господь говорит Моисей, в точности исполни мое заповеди, уставы, повеления, и я умножу вас. Значит, вопрос умножения это вообще не наша компетенция. Наша компетенция в точности исполнить Писание. Вопросами умножения занимается кто? Дух Святой, Бог Отец и Сын. Он начальник жизни. Мы никому жизнь дать не можем. Мы родить свыше даже своих собственных детей не можем. дыхание жизни у начальника жизни, а начальник жизни глава церкви Иисус Христос. Поэтому, когда мы точно воспитываем, учим здравым, Смотрите, нас 60 лет назад вышло примерно до 10 тысяч. Сегодня нас 75 тысяч. На нашем братстве этот принцип сказался? Бог умножил в 7 раз за 60 лет. И я думаю, это только начало. Только начало. Если и дальше будем так верно подноситься к Писанию, через 60 лет еще в 10 раз умножимся. Господь умножит народ свой, который будет точно исполнять Писание. И я верю, что то, что мы сегодня имеем, только начало. Это, как Геннадий говорит, это только плацдарм для будущих побед. Только плацдарм. Только начало такое благословенное. Мы только входим в это благословенное начало, друзья. А вот такая цитата ценная из уст нашего многолетнего узника, который 18 лет на тюремных нарах провел, руманчика Петра Васильевич. И я взял вот эту цитату из его последнего слова из стенограммы судебного процесса. Как он мыслил и как он точно объяснял свою духовную позицию судьям. На протяжении тысячелетия перед христианами стоял вопрос, что предпринять? То, что говорит Бог в своей книге Библии или то, что предписывали сильные миры сего? Христиане всегда отдавали предпочтение Слову Божьему и оставались верными принципам учения Иисуса Христа. Я также разделяю эту точку зрения, поэтому встречая запреты в устной или письменной форме, идущие вразрез с учениями Иисуса Христа, я даю предпочтение Слову Божьему и Его заповедям. Прекрасно. Вот пожелание, помню, лет 30 тому назад нам дал вот этот дедушка, знаете его, Скорняков Иак Григорьевич? Благословенный старец, помню, говорит, я ему, говорит, в какой дом не прихожу, никто Библию не читает, одни толкования читают. Вы что читаете? Мы толкования Скофельда, а вы что читаете? А мы толкования Лопухина. Вообще, говорит, никто Библию не читает и только одними толкованиями питаются. Говорит, братья, не Библию надо толковать толкованиями, а все толкования надо истолковывать Библией. И пока вы не начитаете Слово Божие, отложите в сторону все толкования. Вот так нас воспитывали. Вы знаете, я вот этот совет дедушки принял к сердцу и так стараюсь, хотя у меня много различных толкований, но так постараемся и возрастать на силе Слова Божьего. Потому что те, кто толкователи, толкуют Писание, они откуда эти мысли получали? От помазания. А у нас же тоже самое помазание. Тот же учитель, тот же Господь. Кто их научил, тот и нас научит. Друзья, есть хорошее слово перевозчика Вениамин мне говорит, я, говорит, моим учителем был Николай Абрамович Крекер. И он нас везде, говорит, на членском собрании учил. Братья и сестры, так написано, должно быть так, как написано, чтобы было, как написано, хваляющийся, хвались Босс, что было, как написано. Говорит, я вырос, вот на этой школе, чтобы было, как написано. А сейчас, говорит, я все чаще слышу, у нас так не принято, а у нас так принято, а у нас так не принято. Говорит, братья, у нас так написано или у нас так принято? Что будем брать за основу? Мы не сползаем никуда, мы не уходим от нашего наследства. На чем будем строить дальше? Как написано или у нас так принято? Хороший вопрос для размышлений. Друзья, от этого зависит наше будущее. Это не только наше настоящее, от этого зависит наше будущее, какие наши церкви будут в будущем. Друзья, следующее наследство. Только Христос. Только Христос. сея с вами во все дни до скончания века. Вот Богоприсутствие, да? Что на эту тему? Реформация, знаете, с чего началась? Она началась со слов Яна Гуса, который сказал Папе Римскому, что Папа Римский должен уступить свой трон для Иисуса Христа. Иисус Христос должен быть на троне церкви. За это его бросили в костер. Через сто лет пришел Лютер, повторил эти слова. Так вот, Геннадий Константинович писал в Вестнике Истины в 70-е годы. Трон в церкви должен быть предоставлен только Христу. Он и только он должен быть центральным действующим лицом в нашем братстве. Что предписывали нам заповеди Божьи, о чем свидетельствовал Дух Божий, те решения и мы проводили в жизнь церкви. Господь в реальной жизни стал главою своего народа. Друзья, вот ценность, ради чего братья страдали, шли вузы, вот за что шли вузы на пять тысяч человек лет, вот ради чего соглашались на конфискацию имущества, чтобы Господь был, чтобы никто из людей ничего там не предписывал какие-то свои инструкции. Только то, что Господь сказал. Друзья, четвертое, жажда Бога присутствия. Если ты не пойдешь с нами, не выводи нас отсюда, так мыслил Моисей, так мыслил Гедеон, который сказал, оставил нас Господь, где чудеса его, и так мыслил Давид, Господь есть часть наследия моего. Он не говорил о детях своих, что дети, наследие моё приятное для меня. Это не дети, друзья, это не Авесолом. Наследие его был Господь, Господь часть наследия моего. Вот чем он радовался. Бога присутствия в семье и в его личной жизни. А с детьми одни слезы были. И с Авесоломом, и с другими. Так вот, тоже очень важная цитата на эту тему. Все наши братские решения и документы, всё служение наше может быть понятно, лишь исходя из основных целей пробуждения, обретения Бога присутствия в церкви. Вот коротко и ёмко сказано. Вот цель, ради чего шли этим путём. Я немножко буду сокращать, чтобы дойти быстрее до 16-го пункта, друзья. Смотрю на часы, уже время быстро бежит. Друзья, следующее. Наше наследство это вера. Написано, подражайте вере их, взирая на кончённую жизнь наставников. Вера. Братья и сёстры, веры в нашем братстве было очень много. Веры. Вообще, всё, что мы имеем, вот хорошее в нашей жизни, это благодаря вере. Или предшествующих поколений, или наших бабушек, бабки, которая была, Лаида там, и так далее, мать твоя. Друзья, мы стоим на плечах этих гигантов веры, ушедших поколений. Они оставили нам это наследство веры. Вот мой отец часто вспоминал историю жизни своего отца. Он своего отца видел, как последний раз, когда ему было семь лет. Он был в Ленинграде арестован, благовестник Дома Евангелия, в церкви, где был Фетлер, Шилов. И вот его увели из семьи, когда отцу было всего семь лет. Он умер в город Тавда, Свердловская область. Его там сильно побили заключенные, поломали ему ребра, кровоизлияние внутренних органов. И он, чувствуя свою скорую кончину, попросил братьев, узников, говорит, напишите письмо прощальное моей жене, а я найду силы подписать его, подпись свою поставить. И он им продиктовал умирающим голосом два предложения. Милая моя Груничка, ее звали Агриппина Михайловна, милая моя Груничка, если ты услышишь, что я умер, то не верь этому, потому что верующие не умирают, а переходят от смерти в жизнь твой Ваня. И вот бабушка получила это письмо накануне блокады Ленинграда и поняла, что Иван Михайлович с ней попрощался навсегда. Но вот эти слова верующие не умирают. С четырьмя детьми, друзья, она осталась в блокадном Ленинграде, соседи все погибли от голода, а эта мама с двухклассным образованием, с двумя классами образования, каждый день все дома молитвы были закрыты, она им читала один и тот же стих врата ада не одолеют церкви. Детки, когда-нибудь придет время, когда вы увидите, как церковь оживет. Это не всегда так будет. Знаете, вот эта мама с двухклассным образованием была носителем веры, она была пастырем для детей своих. Друзья, как прекрасно, когда отцов в семьях не было, отцы уходили в вузы, многие семьи оставались жены вдовами, матери были людьми веры. Вы знаете, у нас почти все служители света церквей первого созыва в 60-е годы это были дети врагов народа, чьи отцы были расстреляны. Винс Георгий Петрович, его отец был где? В Дальнем Востоке служителем, расстрелян, по-моему, в Омске. Артющенко Борис Якович, его отец был расстрелян. Батури Николай Георгиевич, его отец был пресвитером Красноярской церкви, был расстрелян. Храпов Николай Петрович, его отец был расстрелян. А вот эти дети смотрели на верность до смерти своих отцов и росли, и понимали так, если быть верующим, то настоящим. Если быть верующим, то таким, как мой папа. А мой папа был мучеником за Христа. Либо нет смысла вообще верующим быть, а если быть, так настоящим. И вот это, знаете, передача веры из поколения в поколение, вот она дошла до нас. Она дошла до нас. Вы знаете, когда были похороны, Василия Феодосовича Рыжука, а это тоже многострадальный узник, я помню, на его похоронах сын Андрей, сын Андрей сказал такие слова. Наш папа не оставил нам детям бизнеса, он не передал нам материальных благ, но он передал нам драгоценную веру и пример, как надо любить церковь Христову. Пять судимостей, пять приговоров. Дети без отца, можно сказать, без отцовщина, но это была передача веры. И мне так было приятно слышать, знаете, вот такое свидетельство на похоронах отца. Самое ценное, что нам отец оставил в наследство, это вера, которая была испытана огнем, переплавлена, друзья. Мой отец вспоминал последнюю поездку с Николаем Петровичем Храповым по Средней Азии. После этой поездки Николая Петровича арестовали. К нему подошел один брат и говорит, Николай Петрович, ну вы уже 25 лет в тюрьмах отсидели, тюремный стаж не вошел в вашу трудовую книжку, пенсии-то вы получать не будете, у вас трудового стажа нет. Вы что думаете, в старости быть наиждевение своих детей? Как вообще вы намерены в старости жить? Пенсии у вас не будет, трудового стажа нет. Его ответ был такой, дорогой брат, до тех пор, пока вороны летают, Илья голодным не будет. Бог, который питал меня в юности, позаботится я о моей старости. Друзья, что это? Слова веры. И Бог обо всем позаботился. Когда пришел пенсионный возраст, Бог подал ему небесную колесницу и восхитил его туда, где не нужен ни стаж, ни пенсия. Господь обо всем позаботился, лучшим образом позаботился. Друзья, это была позиция веры. Геннадию Константиновичу сильные слова, это была его последняя в жизни братская конференция. Он сказал такие слова. «Братья, если в нас будет маленькая вера, тогда и победы будут карликовыми. А если будет вера, как у Давида, тогда и победу одержим над Голиафом». Тут над своей верой работать надо, чтобы она не карликовой была, чтобы она росла в нас, чтобы проекты были не карликовыми, а как у Валентины Яковлевича вход. «Пять рек Сибири». Шикарный проект. Вообще мне нравится своим масштабом и своей верой. Когда было начало 90-х годов, нищенствовал народ Божий, денег не было, у него было видение «пять рек Сибири» для благовестия». Друзья, вот такая действительно могучая вера была у наших братьев. И благовестие бороздили эти катера по рекам Сибири благодаря тому, что были люди веры, которые планировали эти победы верою и видели верою, и служение планировали верою. И у них вера была не карликовая. И мы сегодня пользуемся наследством этой веры. Друзья, в нашем братстве издательство – это тоже дело веры. Вот эти печатные самодельные машины, которые обеспечивали хлебом жизни народ Божий. В нашем братстве дело веры – это дети и молодежь. Мы слышали, что детей изгоняли из церкви 60 лет тому назад, а сегодня у нас 55 тысяч детей в нашем братстве. Им обеспечили вход в церковь. Вы знаете, что у каждого узника, а у нас было больше, чем полторы тысячи узников. Так вот, у каждого служителя брата в приговоре написано за присутствие детей школьного и дошкольного возраста. За это надо было платить, чтобы детям двери открыть, дом молитвы, Богу служить, к жертвеннику привязывать сразу. Знаете, ставили так табуреточку, потому что маленького ребеночка не было. Ставили табуреточку, и мальчик на табуреточку вставал и уже в пять лет стихи рассказывал. Приходил дядя милиционер и записывал все. Этого достаточно для... На Украине пять и пять, а в Молдавии и в России три года лагерей или пять лет лагерей. Достаточно, потому что мальчик пятилетний стих рассказал в собрании. И не боялись отстаивать это право, чтобы детям и молодежь были открыты двери в церкви. Друзья, дело веры 19 лет конспирации в служении, когда Господь скрывал своего раба и хранил, когда по всему миру его искали, а он находился на берегу Балтийского моря в Энсполсе у пастора зарегистрированной церкви. Дело веры, друзья, строительство домов молитвы. В 15 минутах от Красной площади был 10 лет строился этот прекрасный дом. Человек верный, это и дело, он строился втайне. Я помню, там вот у нас на открытии дома молитвы была последняя в жизни проповедь Геннадия Константиновича. Через несколько месяцев мы его уже похоронили. Что он сказал в последней проповеди в своей жизни? Он сказал там такие слова на открытии дома молитвы. Мы были в рубищах, но со Христом за станом. Мы не искали покровительства этого мира и не просили у него подачек. Но тот, кто сына своего не пощадил, дал нам этот дом молитвы в центре Москвы. Господь преподал урок всему христианскому миру, что церковь, отделенная от мира, никогда не будет в ущербе, если она со Христом за станом. Вот эти слова он сказал. Это были последние слова последней его проповеди. Друзья, вот оно наше наследство. И мы сегодня ощущаемся такими богатыми, богатыми, потому что мы рядом со Христом, который за станом. Независимые, отделенные, очищенные, но со Христом. Поэтому мы обласканные Господом, друзья. Мы облагодетельствованы Господом. Мы все, что в нашей жизни хорошее, если только потому, что Господь с нами. Дело благовестия, это дело веры. Ну и хотелось бы закончить вот эту рубрику, что сегодня в 21 веке идет битва против веры. Изменяются тексты Библии, современные переводы. Отвергается Христос его заповеди. В церковь входит дух мира и его практики. Пребывание в Слове Божье заменяется на пребывание в интернете. Обесценивается музыкально-хоровое наследие. Насаждается мирская музыка. Отвергается путь веры. В вопросах деторождения насаждается греховное планирование семьи, что является грехом душегубства. Отвергается целомудрие. Разводы христианских браков уже не редкость. Друзья, это все битва против веры. И хотелось бы сказать, друзья, не предавайте наследие отцов. Будьте хранителями этого наследства отцов. Хранителями веры нелицемерной. Друзья, пятое направление. Наше наследство это непорочность. Писание говорит, будь непорочен. Это не совет. Не совет. Господь не советами управляет. Он повелениями управляет. Будь непорочен. Ходи предо мною и будь непорочен. Я Бог всемогущий. Друзья, вот это было целью жизни наших братьев ушедшего поколения, которые звали на путь непорочности и сами старались свято ходить. Несколько примеров. Яков Григорьевич Скорняков рассказывал, помню, такую историю из своей жизни. Когда он очередной срок заключения отбывал в лагере строгого режима в Джамбуле, приходит к нему работник КГБ, ответственный по церковным делам по Средней Азии. И очень приехал к нему с кожаным портфельчиком. Такая была конфиденциальная приватная беседа в кабинете начальника оперчасти. Он вытащил какие-то гостинцы, желая узника угостить. И так подружески начал его склонять. К чему? Говорит, Яков Григорьевич, такие талантливые люди, как вы, не останутся без работы. Мы вас обеспечим всем необходимым и канцелярией старшего пресвитера, и должностью в церкви, и зарубежными поездками, и служебной квартирой. У вас все будет, но с вашей стороны одно требуется с нами встречаться без повесток, с нами договариваться, прислушиваться к нашим советам. Вот и все. Яков Григорьевич выслушал и говорит, а можно вам задать вопрос? Вот если я выполню все, что вы просите, вы меня после этого уважать будете? Помолчал этот чекист и Яков Григорьевич помолчал, а потом добавил. Вот иудами вы пользуетесь, но вы же в душе их ненавидите, а в нас вы гоните, но в душе уважаете. Так вот, если я выполню ваши поручения и буду вашим секретным агентом, вы, говорит, меня будете потом как служителя церкви уважать? работник АГБ понял смысл вопроса, собрал свой кожаный портфельчик, уехал и продолжал уважать. А наш брат продолжал срок отбывать. Братья и сестры, вот так хранили непорочность. Когда сегодня снимается гриф секретно, совершенно секретно, и многие тайны позорные и порочные вылазят из разных углов государственных всяких бумаг, нам не стыдно за наших отцов служителей. Там нет постыдных тайн. Если есть, то это все тайны благочестия, которые были в Боге садил. Нам не стыдно, когда мы читаем их уголовные дела, у нас нет вот этих следов предательства. Друзья, какое-то прекрасное наследство. Доброе имя лучше большого богатства. Они заботились о добром имени, чтобы поколением оставить наследство доброго имени, чтобы в церкви было не стыдно за своих служителей. Друзья, о непорочности заботился Ной, Иов, Давид, Павел. Это большая тема Библии. Еще одну маленькую историю из жизни этого брата-мученика Петр Левин, 23-летний руководитель молодежи, 22 года ему было, 40 человек молодежи, все отцы арестованы в 35-м году, вышний волочок. И он взял этот 22-летний брат на себя ответственность быть пастором 40 человек молодежи. У них была тайная касса взаимопомощи, помогали, посылочки отправляли узникам, проводили богослужения, разборы библейские под видом чаепития на берегу реки Москвы. И вот его арестовывают и вместе с ним 40 человек одним приговором отправляют эшелоном в Карлак. И я читал его 5 томов уголовного дела. Знаете, я ликовал, когда нашел его записную книжку, я сделал ксерокопию вот этой записной книжки. За что его осудили? Смотрите, здесь 7 советов. За что судили этого брата, 22-летнего брата? 7 советов непорочности, я бы так назвал. не делай не делай ничего того, что ты не мог бы показать Богу. Братья и сестры, вот все гениальное просто. Все просто. Ходи предо мной и будь непорочен. Вот так вот этот юноша воспитывал молодежь, попал на пятилетний срок, из тюрьмы не вышел. Он там где-то покоится, его могила в степях карагандинских. Жили свято, жили непорочно. И это сегодня наш путь, друзья. Будь непорочен. Кто епископство желает, епископ должен быть бакалавром или магистром или кем-то непорочен. Это самое главное. А если непорочен, будет самый благословенный муж, слово будет открываться, Дух Святой будет его посещать откровениями, это будет самый успешный служитель. Друзья, непорочность это условие нашего наследства со Христом. Без непорочности мы потеряем наследство. Вот есть, братья и сестры, три списка грехов, которые нас лишают наследства. Вот первый список. Три порока. Это Ефесянам 5.5. Поступающий так не имеет наследия в Царстве Иисуса Христа. Дальше. Список 10 пороков. 1 Коринфянам 6.9. Не знаете ли, что неправедный Царство Божие не наследует? То есть, ты теряешь право на наследство. Все. Ты духовный банкрот. Ты баптист в пятом поколении со стажем 30-40 лет жизни. И вдруг Господь скажет, я не знаю вас, потому что что-то практикуешь из этого списка. Так Господь сказал. А вот еще один список. 18 пороков, которые лишают нас права на наследство. Галатам 5 глава 19 стих. Вот эти все три списка надо знать, друзья, изучить для себя, чтобы себя испытывать. Верили мы, насколько мы точно соответствуем Божьим стандартам. Итак, братья и сестры, шестой принцип нашего наследства – это верность. Будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в вере, в духе, в чистоте. Те, кто с ним, суть званые, избранные и верные. Братья и сестры, верность – это не только что-то одно, какое-то одно качество – будь верным до смерти. Нет. Верность – это, знаете, бриллиант или такой алмаз, который имеет очень много граней. Очень много граней. У верности есть много граней. И я нашел 23 грани этого бриллианта в Библии. И каждая из них – это тема отдельной проповеди. Вы понимаете, это тема огромного семинара. И я просто хочу вас заставить мыслить над этой темой. Ну, вот несколько этих граней вот я тут привел, потому что нет возможности обо всем говорить. Верность в завете с Богом, верность в учении, в домостроительстве, верность в свидетельстве, умер, что он верный святитель мой, антипа. Верность в духе, написанной, неверны были духом своим. Верность в любви, в слове, в жизни. Верность в страданиях, будь верен до смерти. Верность в служении ближним. Ты, как верный, поступаешь, то, что делаешь для ближних своих. Верность в хранении тайны, человек верный таит дело. Верность в работе, в бизнесе. Неверные весы, мерзость перед Богом. Бог обращает внимания на наши прибытки, на наш бизнес, и на наши весы. Верность в малом, и так далее, братья и сестры. И Господь говорит, добрый и верный раб. Вот наше братство имеет такое прекрасное богатство веры. Я могу примеров массу рассказать по всем этим направлениям. Сколько у нас этих прививок верности, которые мы видели в братьях и сестрах. И не только служителях, и в рядовых братьях, и сестрах. Они были для нас образцовыми христианами. Только один пример приведу из жизни этого брата. Широков Иван Петрович расстрелян на Будовском полигоне в 1938 году. Отец четырех детей, каменщик по профессии. За что он был расстрелян? Он был расстрелян за два слова, которые он на Пасху сказал в строительном вагончике рабочем. Он сказал два слова. «Христос воскрес!» Ему никто не ответил «воистину воскрес!» Он был 37-й год. А в 37-м году закончилась пятилетка безбожия, ежовщина. И в этот день на него донесли, что он занимается религиозной пропагандой. Его арестовали. И я читал его уголовного дела. Кстати, я его детей нашел в Ростовской области. Ему же за 80 лет. Я нашел его детей. Я так подумал, какой прекраснейший благовестник. за два слова исповедания Христа там, где был престол сатаны в Москве, в пятилетку безбожия, в 37-м году. Что он был глупый, безумный, что он не понимал в какое время. Ну, молись под одеялом. Зачем исповедовать свою веру? А вот он не мог молчать, друзья. Был умершлен верный свидетель мой Антипа. Я знаете, о чем подумал, когда читал его уголовное дело? Вот этот свидетель Широков Иван Петрович на судилище Христовым осудит всех своих современников, все молчащее христианство, безгласное христианство, которое не имеет потребности благовествовать о Господе Иисусе Христе. И как написано, но и веру и свою осудил весь мир. Вот наш брат Широков Иван Петрович, благовестник, расстрелянный за два слова, он осуден. Господь скажет, он мог и вы могли, но не захотели. Братья и сестры, это наше ответственность. Это даже вопрос нашего спасения, потому что написано, сердцем веруют, а устами исповедуют ко спасению. И как Сперджин сказал, что вопрос не в том, спасем ли мы своей евангелизацией и весь мир. Дело в том, что может ли церковь спастись, не благовествуя миру. Вот в чем вопрос. Это вопрос нашего спасения. Братья и сестры, немножко сокращаю. Благовестие. За что братья страдали? За что они шли вузы? За благовестие. В годы гонений была такая песня написана, которая стих, потом стал песней. И там есть такие слова. «Падут оковы, цепи разорвутся, христовые воины свободу обретут, великой силой духа облекутся и слово истины в народы понесут». Братья и сестры, эта песня, она содержала пророческий дух. Братья в Оркут-Лага, в Оркуте, ждали этого времени. И они страдали ради этой свободы проповеди Евангелия. Еще в 76-м году программа нашего братства, она выражалась в двух предложениях. В 76-й год писали наши братья. Наша программа – это благовестие, спасение вовне и святость братства внутри. Это не наша программа, а Христова из Евангелия. Если я не ошибаюсь, то у нашего братства был последним узником, это Антонов Иван Яковлевич. Я был на этой встрече в Кировограде, это был 88-й год, и там прозвучала такая мысль. Мы сегодня празднуем не освобождение последнего узника. Сегодня мы празднуем освобождение 280 миллионов советских граждан. Они могут сегодня услышать проповедь Евангелия, получить Библию. Открылись границы, тонами провозят нашу страну Библии. И на иссохшую российскую землю, опаленную атеизмом, пришла свобода проповеди Евангелия. Не нам, не нам слава, а только Христу. Друзья, вот чему радовались братья, когда последний узень освободился. Ради этого жили, ради этого страдали, ради этого стояли на скамье подсудимых и ждали этих перемен. И эти перемены пришли. Мы благодарны Богу, друзья, за эти обширные нивы Сибири, сибирские нивы, где также множество и миссионерских церквей, и миссионеров труится по сей день. Друзья, следующее направление нашего наследства это заступничество. «Спасай взятых на смерть, неужели откажешься от обреченных на убиение?» Сегодня брат об этом хорошо говорил. Я только напомню небольшую цитату на эту тему. «По любвеобильной заповеди Бога мы стали открывать уста за безгласных, спасать взятых на смерть и не отказываться от обреченных на заклание. Смотреть на страдальцев и узников за имя Христова, как на тех, которых весь мир не был достоин. И в служении им мы видели служение самому Христу. Братство осуществляло и правовую защиту, особенно, когда вырабатывалась Конституция. Церквам было предложено нести бремя братской помощи, чтобы не был забыт ни один страдалец, ни один узник». Вот так и было. Все узники были накормлены, дети узников были накормлены. А вот это тоже интересный документ из расстрелянного дела Храпова Петра Ивановича. Вот здесь написано «19 августа Храпова Петра Ивановича расстрелять». И вот здесь за что? За то, что поддерживал связь с осужденными за контрреволюционную деятельность, находящихся в ссылке путем сбора денежных средств среди участников группы и так далее. Собирали деньги для ссыльных, паковали сухари и отправляли ссыльным в Карагандинские степи, в Магадан. Вот за это, что вы помогаете семям врагов народа, вы тоже враги. По понятиям 37-го года пуля в затылок и все. Высшая мера наказания, расстрел. Помогать врагам народа это было смертельно опасно. И они не боялись. И это делали не в темном углу. И кормили, и исполняли заповедь. Был голоден, и вы накормили меня. Был в темнице, и вы посетили меня. Друзья, когда Николай Петрович Храпов был в вузах, вот два стиха совершенно разного содержания он описал. Почему? Потому что до 61-го года заступничества не было, там была одна поэзия, а после 61-го года она отступила, восстановилась эта евангельская заповедь заступничества, там совсем другая поэзия. Смотрите, поэзия 53-го года. Закованы злобно твоими врагами, опутаны сетью стальной, оставлены всеми, забыты друзьями, церквами, но мы не забыты тобой. Все узники были оставлены и забыты. Братья и сестры уходили в вузы с печальным сердцем, а семьи-то были большие у них. У одного брата там 13 детей, которого расстреляли в Москве на Бутовском полигоне. А кто о детях забыл? Никто не забыл. Семьи врагов народа. В каких домах, к каким калиткам подходить нельзя? Все опасно. Друзья, когда восстановлена была эта заповедь заступничества, другая поэзия пошла. Смотрите, стих страдающей церкви, я взял там только один куплет, Храпов пишет, он уже пошел в вузы с успокоенным сердцем, что церков позаботятся о семье. У него уже было на тот момент пятеро деток. Сироте и вдове обездоленным стали дороги ласки твои и отверженным всем, опозоренным ты открыла объятия свои. Кто? Церков открыла объятия свои. Они уже пошли, эти страдальцы, с успокоенным сердцем. Совсем другое настроение духа. Друзья, было у наших узников. Церковь образовала светростников узников. Такой женский комитет был, куда входили жены узников. Разные направления были заступничества, которые осуществлялись по четырем направлениям. И Господь благословлял народ свой. Друзья, следующее направление нашего наследства это законное подвязание. Если кто и подвязается, не увенчается, если незаконно будет подвязаться. Вот есть такое понятие, как законное подвязание и незаконное подвязание. Есть принципы законного подвязания. Церковь не участвует в решении политических, социальных вопросов и не имеет права на своих съездах, на членских собраниях принимать какие-либо решения по военному вопросу, по политике государственной, по вопросам выборы главы государства, по социальным вопросам, по вопросам медицины, образованием, прививок и тому подобное. Это некомпетенция церкви, это гражданский вопрос. Мы в них никогда за 60 лет не вмешивались, не писали об этом, не говорили об этом. Мы говорили помазание учит вас всему решать с Господом. Это гражданская сфера. Братья и сестры, мы можем говорить о независимости до тех пор, пока мы не заходим на Кесареву территорию. А вот я независим от уголовного кодекса до тех пор, пока не запущу руку в ваш кошелек. Но как только я запущу руку в ваш кошелек или ваш карман, я уже не буду иметь независимость от уголовного кодекса. Закон будет иметь надо мной власть. Вот так и церковь. Церковь имеет право провозглашать свою независимость только пока она действует на Божьей территории и не заходит на территорию Кесаря. Но как только она покушается на одну из этих сфер, все, Кесарь имеет право входить на Божью территорию и опустошать святилище. Вы уже больше никакими лозунгами не спасете церковь. Никакими декларациями церковность дела не исправите, пока не покаетесь за вовлеченность в недозволенную вещь. То, что вы делаете. Апостол Павел говорит, если я сделал что-то достойное смерти, не отрекаюсь умереть. Так вот, вовлеченность в одну из этих пяти сфер это дела достойной смерти. Потому что кроваво все заканчивается. И у нас два союза были разрушены, когда церковь вмешалась в военные вопросы. Эта история такая печальная, но так было. И наши братья извлекали из этого уроки и верно строили принципы законного подвязания. Друзья, это наше наследство. Итак, еще, друзья, одно важное направление наше наследие, нашего братства это здравое учение. И когда апостол Павел говорит о том, что Тимофей последовал ему там длинный список, то слово учение стоит на первом месте. Ты последовал мне в учении. Братья и сестры, какие направления учения нашего братства относятся к таким ярко выраженным таким вещам, относящимся к наследству. То, что отличает нас от всех славянских союзов баптистских, существующих в мире. Друзья, у нас есть очень четкая, здравая евангельская доктрина отделения. Как мы называемся с вами? Отделенными, да? Или нас называют отделенными. Почему мы отделены? Потому что Господь сказал выйдите из среды их, отделитесь и не прикасайтесь к нечистому я приму вас. Вот так мы старались жить. Писание требует от нас пять направлений отделения. Отделение от государства, отделение от мира, не преклоняйтесь по чужой ярмоз неверными, что общего у света сатьмою, да? У праведности с беззаконием. Дальше. Отделение от личного греха. Дальше. Отделение от верующих, живущих в грехе. Завещаем вам братья именем Господа Иисуса Христа удаляться от всякого брата, поступающего без чина, а не по преданию, которое приняли от нас. И отделение от лжи учителей и отступников. Еретика после первого и второго вразумления отвращайся, зная, что такой развратился, грешит, будучи самоусужден. И так далее. Вот так мы и жили. Так нас и наставляли. Сегодня мы слышали много наставляем на эту тему. Дальше, друзья, еще одно направление учения о политичной церкви. Это та прививка, которую мы должны делать молодежи. Кстати, в Беларуси в тюрьмах сидят три наших брата за то, что во время белорусских митингов ходили на эти митинги, а потом их обуял дух толпы и стали камни бросать в ОМОНа. И статьи до 10 лет молодежь, понимаете, молодежь, праздная молодежь, не наставленные, может быть, в семьях, не наставленные в церкви. Как, насколько мы должны быть вот вне этой темы. Казалось бы, а что такого пойти на митинг? Мы же не как представители церкви идем, как члены, как граждане своего общества. Но вы, братья и сестры, вот какими ориентирами и сами были воспитаны от служителей, чтобы нам не вовлечься на эти скользкие пути. Нас наставляли служители вот такими словами. Избрал Господь 70 учеников и постал их по два пред лицом своим во всякий город и место, куда сам хотел пойти. Господь хотел пойти на митинг? Нет, и нам там делать нечего. Господь хотел быть премьер-министром? Нет, и нам там делать нечего в политике. Господь хотел быть членом какой-то политической партии. Нет, и нам там делать нечего. Мы можем, находясь в завете с Богом, быть только там, куда сам Господь хотел пойти. И куда Господь не ходил, нам там людям в завете с Богом делать нечего. Вот так нас вразумляли отцы наши, ушедшие поколения. И этих аргументов было достаточно, чтобы не ходить на митинги в 90-е годы. И сегодня нам нечего делать там на этих митингах. Вот эта вот волна. Церковь, прибежище всех искупленных, она невеста Христа, но она не наложница политики, призвание служителей хранить ее чисто от политических влияний, чуждых Духу Божьему. Писание говорит, что только вводимые Духом Божьим суть Сыны Божьей и строго предупреждает, если кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Вот какой Дух царит на этих митингах и демонстрациях? Там Духа Божьего и близко нет. И что мы там должны, как люди искупленные, драгоценной кровью Христа там делать? Знаете, вот это очень важно, прививку аполитичности прививать наши молодежи, воспитывать детей своих, молодежь. Друзья, немножко сокращаю. Мы не являемся наследниками западного протестантизма и учения кальвинизма. Это не наше наследство. Вот эти понятия, как безусловное предопределение, ограниченное искупление, вечная безопасность верующих. По этому вопросу можно отдельный семинар провести более детально. У нас нет возможности сегодня подробно это все изучать. просто это не наше наследство. Мы эти вопросы наученные Господом, наученные братьями, служителями понимаем следующим образом. Природа Бога Отца объявлена в Иисусе Христе. Бога не видел никто единородный сын сущий внедри о чем он явил. Бог есть любовь и любит всех и умер за всех нас. Бог ищет грешника и помогает ему. Он оставляет девяносто девять и идет спасать одну овцу. Бог любящий и спасающий не проходит мимо израненного грехом, но помогает ему. Бог уважает свободный выбор человека и стучит в сердце каждого. Если отворит войду к нему и буду вечереть с ним. То есть спасение это дорога с двухсторонним движением. Божья благодать первичная выбор человека вторичен. Если терпим то с ними царствовать будем. А если отречемся что дальше? Он отречется от нас. Степан Григорьевич Германюк 20 лет служения нес на Дальнем Востоке. Помню приезжают к нам спонсоры из Америки из Японии люди из кальвинистских церквей достаточно богатенькие и с ним стали его тестировать на предмет кальвинизма. Говорит я объясняю вопросы ответы час второй час третий час и вот последний мой был аргумент для них. Говорит если вы так уверены в безопасности спасения ответьте мне на слова которые Господь сказал если отречемся он отречется от нас как вы это понимаете они молча встали сказали пересидел в тюрьме и удалились братья и сестры это Господь так сказал это не богословие совета церквей это мы все брали из евангельского листа это Господь так сказал это наше наследство здравого сбалансированного евангельского учения выверенного по отвесу священного писания братья и сестры следующее направление нашего наследства это меч разделен навсегда духовный и светский ну может быть для нас это не такая ну как бы в России актуальная тема я помню в одной в одной баптистской церкви в Америке один наш брат задал вопрос американская церковь была чуть больше тысячи членов говорит у кого есть табельное оружие поднимите руку три четверти подняли руку все почти члены церкви ходят с оружием все это нормально совершенно для членов на 340 миллионов американцев 400 миллионов единиц оружия находятся на руках да и самое главное что нормально для церкви сегодня это нормально быть верующим полицейским и нам задают молодежь вопрос а почему вы считаете что в полиции работать нельзя соль должна быть в полиции а мы соль земли это же хорошо когда полицейский христианин и вот видите такие современные вызовы нам еще это далековато да а это реальная ситуация и нам надо отвечать на эти вопросы вот я вывел собрал наше духовное наследие по этому вопросу меч духовный и светский навсегда разделены об этом говорил еще Янгус он не принимал в членов Вифлеенской часовни рыцарей пока они не оставят государственную службу и не перейдут на гражданскую службу пока не оставишь светский меч не имеешь права брать в руки духовный меч это был его принцип и он говорил так и как господа не могут брать меча духовного так светские господа так и духовенство не должно захватывать меча телесного чтобы впредь епископы по-светски не господствовали но проповедовали истинным и неустрашимым ученикам Иисуса Христа подобает ныне вооружившийся Евангелем и взявший меч который есть слово божье бороться против козни антихриста он был совершенно аполитичным человеком и никогда и он не участвовал в этих гусицкие война это ирония истории человек который никогда не призывал к светским мечам вдруг назвали эти войны гусицкими наше наследство братья и сестры это баптисты антивоенники которые десятки тысяч расстреляны на территории всей России за антивоенное настроение они сказали служить будем оружие в руки не возьмем вот один из них Зиновев Алексей Михайлович на момент расстрела ему было 34 года его тело покоится на Бутовском полигоне до глаза архангела когда изыду творившие добро что вот маленький фрагмент из его протокола допроса признаете ли вы себя для себя обязательной защиту Советского Союза оружием в руках ответ признаю службу во всех видах частей Красной Армии но участвовать в физическом убийстве людей по своим убеждениям не могу вот эти три строчки подчеркнуты карандашом следователя и вот за эти три строчки отец четырех семей был расстрелян друзья это наше наследство это баптисты антивоенники это доктрина крови у Полита а сегодня у нас молодые люди идут в армию танкисты десантники саперы приходят потом в церковь и в хор сразу становится даже не стыдно мы не теряем наследство да это гражданские вопросы но помазание оно что учит нас по разному вот их и нас или у нас разное помазание разный Господь а вот еще просто несколько фрагментов на эту тему Машков Иван Алексеевич проповедник Московской церкви 17 ноября 37 года расстреляет за что а вот его тоже фрагмент из протокола допроса вы признаете необходимым и обязательным защиту советской власти с оружием в руках ответ нет убивать я по своим убеждениям никого не могу и защиту советского союза с оружием в руках не признаю то есть служить буду но без оружия ему уже был пенсионный возраст он уже был даже военно не военно обязанным а его этого дедушку 65-летнего расстреляли за убеждения евангельские божьи братья и сестры это наше наследство а вот еще один баптист-антивоенник Антонов Иван Яковлевич офицер покаялся Библию прочитал помазание ему подсказало что надо сдать табельное оружие в Минске его в регистрированной церкви побоялись крестить сказали офицеров советских мы не крестим а вот он решил сдать оружие Господь его так повел и военный трибунал осудил его сначала к расстрелу а потом заменили 10 годами заключения отбыл от звонка до звонка не успел крещение принять в лагерях 17 человек покаялись в том числе жена в том числе жена начальника лагеря от его благоистования через 10 лет освободился крещение принял друзья помазание учит это наше наследство славянского братства и мы научены друзья если мы не знаем наследие мы будем друзья как перекати поле постоянно блуждающие мысли а чего нельзя а где написано друзья написано на скрижале сердце помазанием духа святого все написано и написано в истории кровью все написано все эти доктрины они политы кровью друзья вот еще одна важная доктрина нашего наследства это отношение к церкви церковь не должна быть у нас на последнем месте любовь к церкви я помню на всех встречах узников мы пели песню люблю господь твой дом чертог любви твоей я рад нести всегда все тяжести труда и крест ее скорби друзья небольшой фрагмент это имя одного благословенного немца фербер макс роберт веч он был членом московской красновородской церкви четверо деток у него было в москве как немецкий поданный поехал в германию со списком узников 200 фамилий в 32 году ездил по церквам распределял эти адреса чтобы обеспечить посылки продуктовые возвращается на границу советского союза а ему пограничники говорят в москве принято решение вам отказано в проживании в советском союзе а как же моя жена и четверо детей а ваши дети это вполне нормальные советские граждане с ними все в порядке и железный занавес опустился который разделил его с его семьей что он стал делать там дальше он в берлине открыл филиал миссии свет на востоке и 200 продуктовых посылочек посылок посылал по этим адресам которые он тайно вывез мой отец вспоминает когда они в детстве в Ленинграде не имели хлеба насущного продуктовых карточек родители потеряли работу у них отняли паспорта и они получали вот это извещение получите на почту посылочку родители принесли посылку а там бульонные кубики от Макса Фербера папа говорит я до сих пор помню запах этих бульонных кубиков в котором выживала наша семья он их спасал от смерти друзья цена когда пришла Красная Армия как армия победитель в Берлин Берлин был разделен на 4 секции оккупации Берлина французская английская американская советская спецслужбы нашли Макса Фербера они его нашли он был у них в черных списках тайно его похитили и тайно осудили на 25 лет лагерей за помощь врагам народа а он исполнил заповедь друзья он любил церковь Христова он выполнил слово был в темнице и вы посетили был голоден и вы накормили он спасал эти многодетные семьи кстати я нашел всех его детей я прочитал уголовное дело я нашел ту камеру последняя где он находился камера номер 7 в подвале берлинской тюрьмы я с его дочью Марии пришел в эту камеру и она нашла там на бетонном полу выцарапана да святится имя твое мы там в этой камере молились и благодарили что эта камера была последней в жизни этого благословенного мужа братья и сестры вот так они церковь любили церковь любили не языком и словом а делом и истинно бойко Николай Ирофеевич 26 лет он провел в вузах при свите родесской церкви и последний раз когда его судили вот здесь на Дальнем Востоке внутрилагерный срок он написал стих и в последнем слове этот стих выражал его настроение духа за истину Божью за дело святое я в старости лет моих ринулся в бой за церковь Христову за братство родное я с радостью жертвую снова собою Петр Васильевич Румачик редко был дома из роддома встретил только одного ребенка а детей у него было 8 и вот недавно у нас был вечер памяти его сын Михаил сказал такие слова наш папа редко был в семье потому что он очень любил семью детей Божьих очень любил семью детей Божьих Братья и сестры на эту тему можно много рассказывать разных историй я сокращаю вы утомились и надо подходить к концу последние ну последние пункты это бескомпромиссность наше наследство Моисей сказал фараону не останется ни копыта в Египте вот это настрой нашего братства был ни копыта жертвенные животные с нами будут и малолетние и старики все в одном движении в служении Богу ни копыта ничего миру не уступать из Божьего то что Божье должно принадлежать Богу мой отец на суде когда его последний раз судили осудили на 5 лет лагерей с конфискацией личного имущества в последнем слове он сказал такие слова если суд вдруг вынесет решение освободить меня из-под стражи то я с радостью вернулся бы домой к семье но свобода мне нужна для того чтобы еще с большей ревностью совершать служение моему Богу я вновь буду призывать верующих стоять твердо в истине Христовой хотя именно за это меня сегодня судят я буду воспитывать молодежь и детей в учении наставлением Господнем хотя вы и в этом обвиняете меня на данном процессе но я это буду делать всегда не потому что я упрям по характеру или мне это выгодно нет но я служитель Божий и иначе поступать не могу братья и сестры последний 14 пункт жить по правде страдать за правду служители правды друзья они испытывают проповедуют правду живут по правде страдают за правду и умирают за правду это наше наследство узкий путь только небольшая цитата на эту тему Николая Петровича Храпова без креста невозможно обнять Христа без креста невозможно понять Христа только страдающая церковь в терновом венце способна явить миру живого Христа я уже говорил о том что все служители совета церквей первого созыва в основном это были дети узников расстрелянных в лагерях и тюрьмах ну и последний пункт друзья 16 духовное пение и музыка исполняйтесь духом назидая самих себя псалмами славословами песнопением духовными вот в нашем славянском братстве есть такие песни от которых когда мы поем мы исполняемся святым духом братья и сестры вот исполнение святым духом ну я не я разделяю беспокойность брата то что брат сказал до меня в этом направлении есть над чем подумать у нас прекрасное наследие музыкальное прекрасное на далеком холме старый крест виден мне да это наша догматика она в песнях где у нас есть догматика в песнях наши песни лучше всего передают нашу вероучей нашу догматику я не имею такую силу исполнять нас духом святым во время песнопения итак братья и сестры нет возможности все эти песни которые были составлены наших братьев рассказывайте истории песен я только одну историю расскажу из жизни брата Дерксина Яг Францевич из Аполлоновки мой отец вспоминает когда они в Омске находились вместе они пели дуэтом взойдем на Голгофу мой брат и заключенные всегда заглядывали в его лицо и отец говорит мне было интересно чего они постоянно во время песен заглядывают в лицо Якова Францевич и во время песнопения он посмотрел на него а он смотрел так в небо и по его щекам слезы так текли он не мог о Голгофе петь без слез а заключенным это очень нравилось и когда мы заканчивали эту песню заключенный говорит святые отцы давайте еще раз попутешествуем по Голгофе заключенным нравились вот слезы на лице служителя когда он пел этот гимн друзья у нас те песни через которые у нас такие у нас такое прекрасное наследие песеное через которые Бог совершал служение тюремного благовестия в тюрьмах каменные сердца становились мягкими под влиянием этих песен исполнялись сердца духом святым даже если проповедь неудачная а хор споет хорошую песню смотришь покаяние идут проповедники плохо подготовились гимны касаются сердец пробуждение в церкви это сильные гимны друзья не теряйте не теряйте наследие отцов храните Божьи стандарты стойте на страже святилища не передвигайте межи и пусть Господь нас благословит аминь кое-как ба-как ба-как